Строгая инструкция, водолазная экипировка и узгодненный маршрут вывозу авиабомбы за межи города. Подход до задания, отказны и профессийны. Складанность, водные осяродзи и близкое размещение зоны отпочинку городжан. Авиабомбу часов Великой Чыны знайшли на супроте городской набережной. Снарод вагой 50 килограммов лежал на судовом ходу как раз посередине раки. Вся прибрежная территория, которая находится непосредственно, где находился данный боевый репас, то есть пляж, набережная с той стороны, это все зона поражения данного боевого припаса. 50-килограммовую бомбу выявили гомельские водолазы подчас тренировочного погружения. Снарод находился на вельми малой глубине, усяго 2 метры. Уличивающий, что у опошния годы сош стал мялець, любое буйное судно могло зачапить немецкую авиабомбу винтом. Она взорвалась по разным причинам, то есть могла поменять свою траекторию. В то время река наша была полноводной, глубина была большой, поэтому данная авиабомба могла поменять свою траекторию во время падения воды. По словах специалистов, у воде вокруг областного центра яше шмат небеспечных предметов. В минулом году решетки аденологичных снорадов были знойдины яшеколя двух пляжов. Не проходит и года, чтобы, по крайней мере, в городе Гомеле мы что-то подобное не обнаруживали. В прошлом году это был непосредственно похожий предмет, что и подтвердилось. 50-килограммовая бомба была извлечена саперами-водолазами непосредственно на территории городского пляжа. Взрывоопасные предметы в прошлом году были обнаружены. Остатки снарядов на Новобелецком пляже, в зоне отдыха Чонки. Немецкие авиабомбы СД-50 подчас Великой Айчиной выкористовывали для поражения живой силы, техники и оборонших сбудований. По выниках операции боеприпас был ульквидованный на подрывном полигоне. Александр Гамоле, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель».